Вместо кошек и собак питон, крокодил или черепаха. В рейтинге домашних питомцев все больше популярностью пользуются экзотические существа. Людей не останавливает и тот факт, что держать таких животных дома зачастую небезопасно. Чаще всего покупают черепах. Перед покупкой специалисты советуют несколько раз подумать, чтобы потом не пришлось возвращать животных в магазин. Как выбрать, а потом не пожалеть, об этом теперь точно знает Наталья Епрынцева. Перед покупкой обязателен инструктаж. Эти рептилии, может, и не привереды, но из-за неправильного ухода заболеют моментально. Людмила выбирает питомца для себя. И главный вопрос к ней в магазине – готовы ли ухаживать за ними как минимум 30 лет? Именно столько живут черепахи. На самом деле, вы меня напугали. Я даже не знала, что эти милые создания, вот эти маленькие черепашки, могут прожить так долго. Этих черепашек привезли из Южной Америки. За яркую раскраску на голове их прозвали красноухими. Это сейчас им всего-то 4 месяца, и в длину они не больше 7 сантиметров. Пройдет время, и вырастут малютки до 30 сантиметров. Если, конечно, здоровые. А это несложно определить. Продавцы обязаны показать ветеринарное свидетельство, где черным по белому. Рептилии здоровы. На вид черепаха не должна странно сопеть, пускать пузыри или выделять слюну. Панцирь был ровный, и все ее пластинки были ровные. То есть вот она, как бы она тут ровная, вся. Узор ровный, и все пластины ровные у них. Эту красноухую черепашку плохо кормили. Ее панцирь легко гнется. Покупать такую не стоит. Лечить черепах на практике окажется дороже, чем их купить. Только один визит к доктору обойдется в 500 рублей. Вот, раз, два, три. По этим бороздкам, как на деревьях, определяют возраст черепах. Этих двух рептилий Милане подкинули. Греческую и среднеазиатскую черепаху вообще нельзя вывозить из странных обитаний. Этих, видимо, переправляли контрабандой. И простудили. Теперь девушка их лечит дома, а потом отдаст хорошие руки. И подскажет, как не допустить простуды. Мне необходима лампа накаливания обыкновенная на 40 ватт. А также ультрафиолетовая лампа для рептилий. То есть обе эти лампы заменяют солнце, которое греет черепаху и дает ультрафиолетовые лучи. А еще как для сухопутных, так и водных черепах нужен пластиковый контейнер или террариум. Обойдется он вместе с лампами в 5-6 тысяч. Еще 500 рублей, правда, в год придется тратить на еду. Для сухопутных черепах это овощи. Для водных рыб. Людмила черепаху так и не выбрала. Решила подумать, чтобы потом не возвращать в магазин. Наталья Япрынцева, Сергей Леонтьев, Сергей Данилов. НТВ Утром.